Вы не воспользуетесь этим ответом вообще. Не сможете воспользоваться, потому что вы не знаете, куда его применить. Вы не нашли ошибку внутри себя. Вы не определили, куда надо идти. Вот просто мне трудно идти. И показать вам, иди тогда налево, будет сложно. Вы выйдете и все равно ничего не поймете, а почему налево идти. А вот когда вы начинаете точно знать, что у вас за проблема, где у вас подкашиваются ноги, где не удается обрастить твердую опору. А надо ли стоять в этом случае твердо, или где-то надо как-то скользить, или где-то опираться руками. В зависимости от разных преград, нужна разная техника передвижения. Здесь нельзя бы сказать, что мне просто трудно. Техник очень много. В зависимости от разных ситуаций, будет разная конкретная подсказка. Поэтому очень важно, когда что-то у тебя излучит, разобраться с этим и разобраться прежде всего с вопросом, в каком конкретном случае ты не знаешь, как сделать какой-то следующий, очень конкретный шаг. Вот что вы должны спрашивать. Все остальное это, повторно, ни о чем. Вы просто будете переливать из кувшина в кувшин свои эмоции, но вы не извлечете из этого ни одной мудрости. Вы еще не созрели для того, чтобы принять какую-то мою подсказку. Итак, вопрос, если сможешь создать, попробуй. Но конкретный, в каком конкретном случае, ты не знаешь, с какой именно сделать правильный шаг. Ну, ты как-то ответил мне сейчас перед этим. В моем сознании звучит образ мужчины. Он и днем, и ночью звучит, этот образ. Звучит образ в сочетании... А зачем? Ну, чтобы... Ты даже не знаешь, кто он. Но задать вопрос хочется. Для чего? Чтобы этому последовать или что? Мне не хотелось его задать вопрос. Но сейчас я как бы готова задать вопрос. Кому? Этому мужчине. Который видится у тебя внутри. Да. Чтобы последовать за ним. Или для чего? Просто поболтать о чем-то и не обращать внимания? Для чего задать вопрос? Ты хочешь найти правду, чтобы кто-то внутри твоего сознания дал тебе подсказку. Внутри твоего сознания кто-то, чтобы кто-то внутри твоего сознания дал тебе подсказку. Да. Так люди и говорят с Богом. А есть такое расхожее выражение, достаточно точное. Когда человек говорит с Богом, это молитва. Когда Бог с человеком, это шизофрения. Ты хочешь услышать ответ. Чтоб с тобой заговорили. Просто хочешь наговорить мужчине, чего не нужно. Наговори ему, что вздумается. Но не слушай, что тебе ответят. Думай сама. Все, что нужно тебе, ты имеешь в себе, и каждый человек имеет в себе все, что вам нужно. Это глупцы, которые думают, что если они не попросят Бога о чем-то, он как будто бы не сможет им дать. Это очень примитивное мышление. Очень примитивное. Это средневековое, более древнее мышление. Вы другие. Вы всегда получаете все, что вам нужно. Всегда, без исключения. Каждый человек. А вот как вы этим пользуетесь, это выбор ваш. Но вы должны рассуждать. Все, что нужно, ты имеешь в реальности. Взвешивай эту реальность. Определяй, как правильно жить на этой земле так, чтобы тебя воспринимали подругой, другом. Чтобы к тебе было приятно приходить всем, кто рядом с тобой живет. И они чувствовали рядом с тобой что-то, от чего им очень хорошо. Им приятно. Им спокойнее. Они чувствуют в тебе надежду, какую-то надежность. Вот задайся вопросом. Так ли ты живешь? Чувствуют ли ближние именно это от тебя? Не задавайтесь другими дурацкими вопросами. Учитесь быть друзьями друг другу. А то вы уходите в небеса, в какие-то мыслительные просторы, которые отрывают вас от реальности, от жизни. И вы продолжаете жить чужими, одинокими друг другу. Друг перед другом остаетесь чужими и одинокими. Это ваша беда. Хотя заняты вы как будто бы великими мыслями. Но вы никто. Вы просто чужие и никому не нужны, на самом деле. А если и нужны, то в зависимости от ваших экономических возможностей. А больше никак. Получается, вы никто. Так вот научитесь быть людьми, когда о вас думают с улыбкой. Когда всегда хочется с вами пообщаться. Просто рядом с вами побыть и помолчать. Вот таким человеком вы и должны стать. Но это несколько другие усилия, чем мы привыкли делать. Так что не надо тебе ни с кем общаться. Смотри на себя и думай. Правильно ли ты делаешь тот иный шаг, контактируя с конкретными реальными людьми рядом с собой. Вот оттуда и начинай смотреть. Правильно слышим. Засмущаешься? Переспроси. А вот в этом случае, когда я... Вот такой-то контакт с человеком произошел. Правильно ли я отреагировал на такие-то действия? Уже что-то начнет вырисовываться конкретное. С реальными людьми. А не с иллюзиями. Понятно. Отлично. Спасибо. Хорошо. Накладывает ли негативный отпечаток на человека следующая фраза, сказанная тебе на слиянии? Муж не исполняет...